Панель задач и меню пуск на Windows 11 имеет свой плюс в виде более свежего дизайна, но также и значительный минус, как в хлам убитый функционал. Поэтому на сегодня поставил себе задачу вернуть урезанный функционал, который был на Windows 10, а также сделать пуск хоть чуточку красивее. Так что пару словечек о спонсоре видео и можно начать. Неоспоримый и спонтанный факт. Активированная Windows работает лучше обычной, поэтому предлагаю вам ее активировать. Купить же ключ активации вы можете в онлайн-магазине Кейсфан, где найдется ОЕМ-ключи под нужную вам версию Windows. Вкратце и добавьте нужный вам товар в корзину. Перед покупкой обязательно примените скидочный промокод, который найдете в описании, для того чтобы сэкономить еще больше баблишка. Далее продожьте оформление заказа и оплатите картой либо PayPal. После оплаты ключ активации придет на вашу электронную почту, что вы указали при покупке. Ключ нужно скопировать, далее открыть параметры Windows, найти вкладку активация, ну и вот здесь его активировать. На этом и все, процедура крайне проста. Кстати, продначальный факт того, что типа активированная Windows работает лучше, это не рофл, сами убедитесь. В этом видео я затронул два варианта кастомизации пуска. Первый будет исходить из возможностей Windows 11, то есть без изменений в реестре, а также сторонних программ. Что ж, чего можно поделать с панелью задач на Windows 11? Давайте откроем его параметры и узнаем. Ну, во-первых, убрать ненужные кнопки или те функции, которые можно активировать просто горячими клавишами. А также выровнять панель задач слева, как на Windows 10. И на этом все. Серьезно, даже положение панели изменить нельзя. По пуску думаете, что дела обстоят лучше? Нет, ни черта подобного. Можно всего лишь настроить раздел рекомендации, но полностью его убрать невозможно. Поэтому, чтобы эта часть не осталась пустой, советую хотя бы включить недавно добавленные приложения. Вот что хотя бы круто, есть возможность добавить нужные вам папки рядом с кнопкой питания. Самые полезные папки для всех будут параметры, проводник, документы и загрузки. На этом по персонализации все. Дальше, что вы можете, это банально скрепить ненужные приложения из пуска и закрепить те, которыми вы пользуетесь. Ну и чуть их посортировать для удобства. Единственное, что я могу вам еще предложить, это для примера изменить противные иконки на программы Adobe. Или же на все программы сразу, для того, чтобы все были в одном стиле. В общем и целом, для этого по ссылке из описания попадете на мой Google Диск. Оттуда вам потребуется папка Windows 11 Icon Set. И в основном папка Ico. Здесь найдете пару сделанных иконок для нужных мне программ. Но ничего страшного, ведь далее в видео я покажу, как вам создать иконки для нужных программ. Короче, чтобы заменить иконку приложения, нажмите ПКМ по иконке в пуске. Перейти к расположению файла. Кликните еще раз ПКМ по нужному ярлыку. Свойства. Сменить значок. Обзор. Вставляем путь к папке Ico. И выберем подходящую иконку. На этом применить и окей. После чего иконка должна измениться. Я поменял иконки на все программы. Кроме Xbox, который скачан из Microsoft Store. У нее нету места расположения. Тем самым и иконку обычным образом не изменить. Поэтому, если кто-то в курсе, дайте знать в комментах, как заменить иконку на приложение из Store. Ну там, maybe через какую-нибудь команду или что-то в этом духе. Кстати, все эти иконки, что я заменил, остаются даже при открытии приложения. Но только при условии, что эти программы закреплены на панель задач. Ну а теперь разберем создание своих иконок для программ. Вкратце, вам потребуется Photoshop. Далее, открыть PSD-шник из папки Windows 11 Icon Set. После открытия проекта, в слоях вы увидите форму моих иконок и сами иконки, которые необходимо подогнать под эту форму. Разные иконочки вы можете скачать с моего Discord сервера. К примеру, вот этот пак я использовал для программ Adobe, а вот этот для остальных приложений. Вы же можете скачать любой пак иконок. Распаковать его где-нибудь. Следом в Photoshop, нажать по кэмпу верхнему слою, Relink to File, перейти к папке со скачанными иконками и выбрать иконку для вашей программы, если оно в этом паке есть. После, удерживая Alt, растяните иконку до размера формы. Сделайте быстрый экспорт в PNG. Далее на специальном сайте Converter выберите все размеры, добавьте изображение, после чего скачайте ее уже в формате ICO, которую сразу же для удобства скиньте в папку ICO. Далее убедитесь всего лишь в одном, что папка ICO в надежном месте, так как после смены иконок не нужно ее удалять, переименовывать и так далее. Иначе иконки попросту слетят. И наконец-то давайте рассмотрим более гибкую кастомизацию, а именно через сторонние программы. В этом видео я воспользуюсь Start11. Хотя есть и альтернатива в лице Start и Back. Как по мне она работает даже лучше, но там пока что меньше настроек по пуску. Подмечу, что обе программы платные, но бесплатный триал на 30 дней и разные виды взлома никто не отменял. Что же, в Start11, сперва нас встречает экран с выбором расположения пуска на панели задач. Ну а дальше на выбор дается несколько стилей для самого пуска. Есть стиль семерки, причем в разных вариациях. Также стиль модерн. Windows 10. Подмечу, что с таким же функционалом, как на десятке, а то даже больше, к примеру, смена цвета плиток. Ну и также стиль Windows 11, но только более доработанный, без рекомендаций. Честно, ведь смотрится приятнее, чем стандартный. Почему Microsoft и не добавила такую функцию, не понятно. Помимо этого, все эти стили можно еще более детально настроить. Допустим, убрать какие-то кнопочки, изменить цвет, фон, прозрачность и так далее. Вкратце, полная индивидуальная кастомизация. К тому же и панель задач можно капельку настроить. Есть те же самые настройки по дизайну, как изменение прозрачности, размытия и смена цвета. Плюс еще доступна и смена положения панели задач. Сверху и снизу. В Start is Back панель можно расположить даже по бокам. В целом, было бы здорово видеть такую обширную кастомизацию в параметр самой винды. Ведь это вполне реально сделать. И сомневаюсь, что это типа как-то очень тяжело. Но пока что придется довольствоваться такими программами, которые меня чуть напрягают. Тем, что у них не самые плавные анимации, плюс бывают баги. Но, скорее всего, это со временем исправят. И на этом, ребятки, по кастомизации пуска и панели задач, на данный момент это все, что я могу вам предложить. Как обычно, я надеюсь, что этот ролик был хоть кому-то полезен. А также огромное вам сердечко за то, что досматриваете мои видео до конца. Конечно же, приветик новым спонсорам канала. Ну и всем остальным тоже. Знаете, вы лучшие. Кстати, кто не в курсе, спонсорская подписка дает вам множество плюшек. В том числе, доступ к эксклюзивному каналу на моем дискорд сервере. С платным и приват контентом. Так что за 99 рублей подобную подписку оформить вообще не жалко. А вот и самый залайканный комментарий из-под прошлого видео. Вы также не забудьте что-нибудь интересное написать. Я, например, из интересного могу вам рассказать, что открыл свой паблик в телеге. Где сейчас постчу всякую жизненную херню, делюсь своим мнением и новыми покупками. Если звучит заманчиво, все нужные ссылки в описании. Ну а с вами был Офишл. Не проебывайте время зря. Всем вам удачки и до скорых встреч.